Ну, видимо, рано радовались тем, кто уже успел переобуться, впору позавидовать тем, кто остался в зимний. Многие уже подумывают, а не переобуться ли обратно. Ну, на улице действительно не май месяц. Екатеринбуржец Константин готов это делать бесконечно, и не только заплатить, но и пособить. Если для большинства автолюбителей процесс шиномонтажа выглядит, как сдал машину, получил, то вот он теперь в курсе всего процесса. Благодаря мастеру Александру и нашей рубрике «Хочу и могу». Меня зовут Константин, я работаю в оптовой компании региональным представителем. У меня всегда была мечта поучаствовать в процессе шиномонтажа. Меня зовут Александр, я мастер шиномонтажа. Сегодня есть желание нашего героя, мы его обучим в основном шиномонтажа. Сегодня мы перебортуем ваш автомобиль с вашей помощью. Для этого мы снимем изначально ваши колеса. С помощью баллонного ключа мы сейчас ослабляем колесные гайки. Все ослабил? Да. Подставляем домкраты под ребро и поднимаем автомобиль. Это желание появилось год назад. Хотелось воочию увидеть процесс шиномонтажа, возможно, поучаствовать в этом процессе. Так как сам процесс обычно скрытся от посетителей шиномонтажных мастерских. Интересно увидеть, на чем это все происходит. Сейчас мы перейдем в цех для дальнейшего монтажа шины с диска. Нам надо сейчас колесо закрепить на монтажном столе станка. Для этого мы берем колесо, упираем его в две лапы станка и разводим лапу. Нам надо сейчас установить монтажную лапу, с помощью которой будет производиться демонтаж шины. Подводим к диску вплотную и нажимаем в фиксатор. Берем монтажку, вставляем и забрасываем шину на монтажный кулак. Одна сторона покрышки у нас уже разбортована. Начинаем разбортовать уже покрышку непосредственно целиком. Также забрасываем на монтажный кулак. Теперь берем колесо и делаем то же самое. Нажимай. Нажимай. Самый сложный этап это снимать резину с диска. Нужно правильно закрепить колесо, что с первого раза в принципе не удалось. Сейчас берем летнее колесо и начинаем монтировать на диск. Специально монтажной пастой промазываем. Этой пастой мы вяжем для того, чтобы при монтаже шины нам не порвать кольцо. Один край шины мы ложим сюда, а один край шины мы заводим под монтажную лапу. И нажимаем вращение колеса. Одна сторона у нас забортована. Теперь производим монтаж шины уже своими руками. Маленько поверни ее. Вот. Все. Начинаем. И вращаем. Мы забортовали летнюю шину на диск. Теперь мы можем приступить к балансировке колеса. Балансировка колес делается для того, чтобы сбалансировать вес диска и шины, чтобы в любом месте оно было одинаковое. Если колеса не отбалансированы на автомобиле, это приводит к дискомфорту при управлении автомобилем. И так же приводит к разрушению подвески автомобиля. Надеваем колесо на вал. Колесо начинает считывать дисбаланс. На ламонторе показывают веса грамма. 15 грамм, 55 грамм. Начинаем устранять дисбаланс с помощью балансировочных грузов. 15 грамм, 15 грамм. Пробуем самостоятельно отбалансировать колесо. Вставляем в линейку. И с помощью линейки устанавливаем груз. Он нам покажет в каком месте. Все, колесо у нас отбалансировано. Теперь можем колеса устанавливать на автомобиль. Мне понравилось то, что я делал. Прошел все этапы шиномонтажа самостоятельно. Под руководством специалиста. Соответственно, на последнем этапе я делал колесо. Был доволен результатом полученным. Автомобиль мы перебортовали. Поменяли колеса на нем. Для первого раза это было тоже очень неплохо. У меня тоже есть свое желание. Я хочу прыгнуть с парашюта.